МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ГОРД. Вы смотрите информационную программу. Время говорить о главных сегодняшних темах. Слухи или правда руководителя регионального ВДПО о собственном задержании? Невеселые карусели рязанцы опасаются сомнительных аттракционов, которые работают на площадках в районах города. Сверхвредно! Рязанские полицейские накрыли точку продажи фальшивого алкоголя. А начнем сегодня с автотрагедии в Сасовском районе, которая случилась в субботу днем. Первые данные появились в федеральных новостях. Суть в следующем. На трассе Москва-Челябинск столкнулись 4 тяжелые фуры. Один водитель скончался, трое ранены. Движение по М5 было перекрыто. После срочной организации реверсивного движения по одной из полос возникла немалая пробка. Сегодня в областной автоинспекции мы получили подробности о той аварии. 32-летний житель Республики Казахстан, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцетом, отвлекшись от дорожного движения, так как разговаривал по мобильному телефону, выехал на полосу встречного движения. В результате чего создал помеху, движусь во встречном направлении, трем грузовым автомобилям. Первый автомобиль из Самарской области водитель, он увидел, что это дорожный транспорт, выехал на полосу встречного движения водитель из Казахстана. Он принял все экстренные меры для торможения, остановил свою фуру, а водитель грузового тягача «Рено», следовавшим далее, не среагировал на изменившуюся дорожную обстановку. В результате чего совершил столкновение с задней частью грузовой фуры. От удара, которое выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовой фурой из Кани. От полученных трав 52-летний водитель автовоза скончался до приезда скорой медицинской помощи. Еще события, которые, возможно, вскоре перейдут в разряд сенсационных. Наша редакция получила непроверенные данные о том, что сотрудники ФСБ и МВД задержали руководителя Рязанского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Владимира Ушакова. В силовых пресс-службах эту информацию не подтверждают, не комментируют, но и не опровергают. Сегодня мы связались с упомянутым ведомством. Владимир Ушаков оказался на рабочем месте и согласился прокомментировать сведения о собственном задержании. Вот на сегодняшний день пришло сообщение в адрес города. Якобы произошли какие-либо аресты. Вот я сегодня сижу перед корреспондентом, выступаю, рассказываю о деятельности ВДПО. То есть хочу показать, что эта информация неверная. Напомним, в этом январе ушел и не вернулся из отпуска начальник главного управления МЧС региона Олег Никифоров. Есть сведения, что в отношении генерала возбуждено уголовное дело за присвоение растрату казенных денег. К другим темам. Из Новгородской области пришло известие об аварии на цепочной карусели в городе Пестово. Там оборвалось крепление кресел. Пострадали 8 человек. Возбуждено уголовное дело. Вот так придешь покататься, придется полечиться. Сегодня к нам в редакцию позвонили жители Дашково-Песочни. И сообщили, что в парке напротив памятника Скобелеву тоже работает аттракцион, вызывающий сомнения в его безопасности. На место подозрительной забавы выезжал Глеб Галушкин. Сквер в Дашково-Песочне напротив Александра Невского храма уже давно стал излюбленным местом отдыха детей и их родителей. Этот парк чуть ли не единственный на весь большой микрорайон, в котором установлены горки, карусели и песочницы. Иногда к стационарным в выходные дни добавляются и быстровозводимые аттракционы, надувные батуты, цепочные карусели и детские машинки. Конечно, они не бесплатные. На что и жалуются местные жители. Платные, 100 рублей, ну это что? 100 рублей там сколько-то, ну минут 10 может быть или меньше. Не каждый может позволить себе. Ну один раз позволит бабушка или мама, там родители. А дети каждый день гуляют. Лучше бы расширили площадку для детей, поставили какие-то дополнительные горки, качели. Потому что детей здесь очень много, район такой густонаселенный, достаточно молодой. Детьми много приходит, не хватает. Вот фотография аттракционов, сделанная родителями на прошедших выходных. Они объясняют, что, например, внешний вид каруселей не создает ощущения безопасности. По словам местных жителей, игрушечные лошадки прикреплены весьма ненадежно. Держатся они на непонятных деревянных рейках, удерживающих креплений для детей не видно. Да и электропитание, похоже, идет от обычной розетки. А ведь по закону владелец аттракционов должен был получать в администрации города необходимые документы на работу. И аттракционы должны были проходить техническую экспертизу. А дощечки вместо креплений и игрушки в качестве сидений, беспорочней и других приспособлений для безопасности, конечно, никаким техусловиям соответствовать не могут. Пожалуй, соответствующим городским службам пора бы еще раз проверить эти аттракционы на предмет их безопасности. Пока не случилось неприятных инцидентов. В данном случае, когда речь идет о безопасности детей, принцип «так сойдет» более чем неуместен. Все эти полусамодельные качели-карусели весьма опасны. Из последних случаев по России на памяти июньское происшествие в парке Уфы, когда, казалось бы, вполне мирный аттракцион, надувной батут, прокинулся от порыва ветра и накрыл прыгающих на нем малышей. Двое ребят получили тогда серьезные травмы. Также в июне в Перми из кабины аттракцион «Американские горки» выпала женщина, пострадавшая погибла. Ну и самый резонансный случай произошел в январе в Карачаево-Черкесии, где турист разбился на аттракционе «Зорб». Это пластиковый прозрачный шар, внутри которого располагается любитель экстремального развлечения. «Зорб» покатился по горе, а потом ушел в самостоятельный маршрут и его потащило по камням ущелья. В итоге погиб человек. Так что прежде чем посадить ребенка на странные карусели, уточните, есть ли соответствующий сертификат у владельцев. Впрочем, без сертификата у нас делается очень много, и в том числе крепкие напитки. Силовики то и дело обнаруживают значительные партии поддельного алкоголя. На днях рязанские полицейские закрыли очередную нелегальную точку, где продавалась вредная самодельная пойла, рассказывает Оксана Тебенихина. Сотрудники Рязанского управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли 20 тысяч бутылок различного вида фальсифицированного алкоголя. Была получена оперативная информация о том, что в городе Рязани по Ряжскому шоссе, в складском помещении, осуществляется незаконное хранение и реализация фальсифицированной алкогольной продукции. В ходе отработки поступившей информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция. Среди изъятых образцов фальсифицированной алкогольной продукции есть как дешевые образцы, это водка, так и образцы и алкоголь более известных брендов. Незаконный бизнес организовал 37-летний Рязанец. Оперативники пытаются выяснить, где, как и в каких количествах им реализовывался безакцизный алкоголь. При визуальном осмотре изъятой алкогольной продукции можно установить сразу, что этикетки нанесены некачественным образом, этикетки наклеены неровно зачастую. Часть этикеток изначально отклеиваются от бутылок, что подтверждает факт фальсифицированности указанной алкогольной продукции. На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия по выявлению всех нюансов, связанных с данным преступлением. И завершает программу еще один репортаж Оксаны Тебенихиной, снятый на театральной площади в Рязани. Здесь сегодня встречали спортсменов и волонтеров, вернувшихся с победной для России универсиады в Казани. 17 июля завершилась 27-я Всемирная летняя универсиада. Событие, к которому Казань готовилась последние пять лет. Почти 12 тысяч участников, 160 стран, 27 видов спорта, 350 комплектов медалей. Это крупнейшие за всю историю всемирные студенческие игры. Весь мир следил за состязаниями молодых спортсменов. Болельщики радовались их победам и расстраивались из-за поражений. Ну что ж, дорогие друзья, Всемирная летняя универсиада 2013 года, которая проходила в городе Казань. Пятеро рязанских спортсменов также привезли домой победные золотые медали. Поздравил их губернатор Олег Ковалев. Очень приятно поздравить наших ребят, которые добились серьезного успеха на универсиаде в Казани. Три золотых, две бронзовых медали – это хороший показатель для Рязанской области. Я убежден, что такие победы, они не только поднимают спортивный статус региона, но и служат отличным примером для молодежи, для здорового образа жизни. Спорт для России сейчас стратегическое направление. Впереди Сочинская Олимпиада, потом мировой футбольный чемпионат. Поэтому Казанская Победа так высоко ценится и преподносится российскими спортивными функционерами, несмотря на критику некоторых экспертов за рубежом. Мы не хотим проигрывать ни на спортплощадках, ни в политических забегах. На сегодня все. Хорошего всем вечера. Увидимся завтра, как обычно, в эфире телекомпании «Город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова